Благословен Господь, Бог наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам Тору, благословен и Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава наша называется Трума, что буквально переводится как приношение, значит, и краткое содержание этой главы, это приношение материалов для работы и описание, каким должен быть устроен ковчег, стол, светильник, шатер, брусья, завеса, жертвенник, ограждение двора. Значит, если в двух словах, значит, когда Израиль вышел из Египта, первый раз, когда Божье присутствие явно проявилось, это была гора Синай, и это была сугубо Божья инициатива, значит, он своей крепкой рукой вывел народ, привел к тому месту, где он решил себя открыть им. Значит, после этого он изъявил желание пребывать в своем народе всегда. Если, скажем, его явление на Синае было очень страшным, настолько страшным, что народ даже испугался и не захотел взойти на гору, то здесь он предлагает свое присутствие, но в таком виде, в таком состоянии, что это не страшно, потому что, ну, в принципе, даже те, кто имели возможность входить во святое, они там ничего такого страшного, пугающего не видели. Значит, и вообще тема вот святилища, скинии храма, она достаточно актуальна, может быть, кто-то не задумывался над этим, но на самом деле это достаточно актуальная, важная тема на все времена с того момента, как Бог изъявил желание, чтобы Ему было построено это святилище. И целью строительства этого святилища было именно пребывание Бога в своем народе. Он сказал, «И построят мне святилище, и буду обитать среди них». Но текст буквально дает нам возможность это перевести как «буду обитать в них». И мы знаем, что на протяжении всего Писания периодически Бог напоминает о том, что Он желает обитать среди своего народа и в своем народе, и обитание Бога в народе должно, в принципе, иметь какие-то видимые проявления. Значит, тема достаточно обширная и, честно говоря, вот, ну, скажем, по сравнению с тем, как я готовился раньше, я скажу, что здесь я потратил больше времени, больше размышлял об этом. И ощущение такое, ну, вот, знаете, вот, если какой-то сосуд можно заполнить, подставив под кран за 5 секунд, какой-то сосуд под этот же кран можно заполнить за 3 часа, да, так вот, ощущение такое, что размышляя на эту тему, я не мог заполнить себя настолько, чтобы выдать все четко, ясно, конкретно разложив по полочкам. И вопрос тут в том, что это действительно очень, очень объемная, обширная такая тема. Сложность этой темы в том, что образы, через которые Бог раскрывает суть святилища, они, ну, вот, знаете, вот есть такая вот вещь в наших Библиях, как параллельные места. Открываешь, читаешь место, непонятно, смотришь параллельное место, перешел на него, прочитал, вроде все понятно. Ну, или в крайнем случае ты читаешь уже параллельные места к этому, и они как бы друг на друга ссылаются. И два или три места, и картина становится ясной. Когда мы начинаем размышлять о скине и об образах, которые Бог открывает, картина получается немножечко другой. Раз один образ нашел параллельное место, он не ссылается обратно на этот образ, он идет дальше. Ты идешь дальше, он еще дальше вводит. И вот так вот он как бы ведет по кругу, и в результате очерчивается такой большой круг, что реально объять вот это разумом достаточно сложно. Ну, мы можем, по крайней мере, сейчас просто взглянуть на какие-то образы и сделать для себя какие-то полезные выводы. Ну, во-первых, мы знаем, что когда Давид захотел построить храм для Господа, Господь сказал, что он в принципе не нуждается в служении рук человеческих, и какое-то земное жилище ему по большому счету не нужно. Тогда возникает вопрос, а зачем же он тогда повелел Маше и Израилю построить скинею, да? Он же сам тогда и сказал, построю жилище и буду обитать среди них. Начинается эта глава с такой странной фразы, то есть вот если буквально читать, как в иврите написано, в синодальном переводе этого не видно, но вот в иврийские переводы более точно передают этот момент. Скажи сынам Израилевым, пусть возьмут приношение мне. Ну, то есть, есть проект построить скинью, да? От народа требуется что-то. И если я хочу, чтобы вы скинулись, я говорю, принесите, правильно? Принесите и дайте. А Господь говорит, пусть возьмут приношение мне. То есть, другими словами, я хочу построить скинью, и я говорю, возьмите что-то от меня. Достаточно странная постановка вопроса, но это наводит нас размышления, на которые, в принципе, возникают вопросы, почему так странно, и что дает ответы, давайте и дастся вам. Я, когда готовился, прочитал такую интересную мысль. Вы можете услышать в этом мире очень часто, что тот, кто что-то где-то урвал, он умный. Тот, кто что-то где-то отдал, он дурак. Так вот, на самом деле, даже тот, кто отдавая что-то, думает, что он потерял, он дурак. Но тот, кто отдавая что-то, понимает, что при этом получают оба, вот этот человек мудрый. И еще говорит, давайте и дастся вам. То есть, в Божьем понимании тот, кто проявляет Божью природу даяния, он действительно что-то приобретает. Есть еще такая интересная фраза. Девиз такой еврейский наш, все то твое, что ты отдашь. И смотрите, Господь призывает народ, чтобы они принесли какие-то материальные вещи, вот именно как материал для строительства скинии, в результате чего Бог обещает обитать среди народа. То есть, каждый человек должен проявить определенную жертвенность, причем люди приносили самое лучшее, и это обеспечило условия для того, чтобы Бог обитал среди народа. И теперь смотрите, если, скажем, в то время все было достаточно четко, ясно, понятно, вот они материалы, вот то, что из них получилось, это находилось в этом месте, принадлежало этим людям. Причем, обратите внимание, скиния не принадлежала только священникам или первосвященнику, она по факту принадлежала всему Израилю, как акционерное общество. Скинулись, построили, да? Скажите, а сейчас скиния существует, как вы думаете, вот для нас, верующих Нового Завета? Интересный момент. Она, в принципе, существует. Ишуа вошел в небесное освятилище, да? Но оно существовало и тогда. Бог желал, чтобы на земле это было так же, как и на небе, поэтому Он повелел построить скинию. Но вот вопрос, если тогда это было четко, ясно, понятно, до малейших деталей, как она устроена, из чего, из каких материалов, что для чего нужно, то сейчас это вопрос, ну, для меня это действительно был вопрос и есть. То есть, а что же сейчас из себя представляет скиния, то есть вот место обиталища Бога, здесь, сейчас на земле. То есть, каким образом мы, как народ Божий, можем поучаствовать в ее созидании для того, чтобы Бог действительно мог жить среди нас и внутри нас. То есть, вы поймите такой простой момент, что участие каждого человека обеспечило пребывание Бога в своем народе. Да, это было добровольно, потому что сказано было, что принимай от тех, кто по доброму расположению сердца это приносит. Но по факту, ну, Бог многомилостивые и скиния таки принадлежало всему народу, даже тем, кто не принес ничего, хотя я думаю, что приносили и все. Но момент следующий. Вот чего же ожидает от нас Бог сегодня? И вы знаете, Павел, в принципе, отвечает на этот вопрос. Принесите тела ваши, жертву живую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. По поводу того, где же находится сейчас эта скиния, безусловно, на небесах. Ишо вошел во святое святых, но она также находится и на земле. То есть, изучая скинию, мы можем увидеть, что это и есть прообраз мессии, который вмещает в себя Дух Божий и приглашает войти внутрь каждого человека, который действительно желает приблизиться к Богу. И интересный момент. Я когда читал про требования, которые предъявляются к первосвященнику, это тоже имеет определенное отношение к скинии сегодня, значит, одним из требований к первосвященнику, это Левит 21 глава с 10 по 15. «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит и лей помазание, и который освящен, чтобы облачиться в священной одежде, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих, и никакому умершему не должен он приступать. Даже при косновении к умершему отцу своему или матери своей он не должен осквернять себя, и от святилища он не должен отходить. И без чести святилища Бога своего, ибо освящение и леем помазания Бога его на нем, я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь освящающий его. Мы знаем, что Ишуа и есть тот самый первосвященник, которому и предъявляется это требование. И по факту он не имеет права принять нас, если мы окажемся недостойны. То есть смотрите, если на горе Синае это было явление Бога, было сугубо инициатива Бога, то в случае со скинией от человека требовались какие-то действия, какая-то ответная реакция. И именно ответная реакция обеспечивала условия пребывания Бога в народе. Ишуа, он вошел во святое святых, и он пребывает там до сих пор, но когда он выйдет, он ожидает увидеть невесту чистую и непорочную. И если мы к тому времени себя не подготовим, то ему мы рискуем оказаться неудел. Это также предупреждение для нас. Значит, и смотрите, послание к евреям, 12 глава, с 18 по 29 стих. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово. Ибо они не смогли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, побит будет камнями или поражен стрелою. И столь ужасно это было видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и собранию первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех к Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю нового завету Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголовшего с небес, глаз которого тогда поколебал землю, который и ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимо. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благогодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Смотрите, тут тоже параллель, та же самая, то есть там проводится параллель гора Синай, где страшно, с Кинья, где не страшно, где Богу можно приблизиться, потому что Он объяснил своему народу, как это возможно. У нас то же самое, то есть мы помним гору Синай, где было страшно, но также мы имеем вот эту вот Синью нерукотворенную, мы можем участвовать в ее создании, прикладывая лучшее из своего, из своей жизни для того, чтобы быть частью этого. И тогда мы действительно можем удостоиться того, чтобы вот Бог обитал среди нас, удостоиться того, чтобы быть частью народа Божьего. Так что старайтесь в этом, не ослабевая, вы когда будете видеть результаты, вы удостоверитесь, что такие, Бог не просто так сказал, возьмите приношение Мне, потому что тот, кто вкладывается в этот проект, тот не только теряет, он еще и находит, но находит несравненно более ценное, чем то, от чего мы отказываемся в этом мире. Субтитры создавал DimaTorzok